Итак, сейчас мы с вами посмотрим, как работать с ресурсом нелинейной презентации под названием Prezi. Когда вы зарегистрируетесь, у вас будет при входе в аккаунт ваш, у вас будет вот такой вот интерфейс. Здесь сейчас я, если посмотреть верхнюю планку, то здесь мы с вами видим мои Prezi. То есть мои презентации. Вот они здесь, эти презентации. Это такие презентации пробные, которые я специально сделала, чтобы мы могли с вами посмотреть, как с ними работать. Итак, здесь у нас помощь и поддержка. Здесь у нас возможность исследования, которая заключается в том, что мы можем просто-напросто сюда зайти и посмотреть самые лучшие презентации, которые были сделаны за последнее время. Вот сегодня, видите, написано 15 самых популярных презентаций. Вот если здесь кликнуть на какую-либо из этих презентаций, то вы ее просто-напросто увидите. Давайте попробуем, например, вот эту вот презентацию посмотреть. Пусть она у нас загрузится, и мы ее посмотрим. Как видите, здесь у нас, пока она загружается, мы здесь можем что сделать? Из этих самых лучших презентаций мы можем, приглашаем обратно в школу, называется презентация. Сейчас она загрузится и посмотрим. Мы можем сделать копию этой презентации, мы можем ей поделиться, мы можем взять какой-либо код и вставить, если нам эта презентация понравилась. И мы можем найти подобные презентации. Смотрите, я могу вот этой стрелкой, собственно говоря, переключать эту презентацию. И она вот, видите, вот начинает двигаться, эта презентация, и давать эту информацию, то, что там у нас здесь написано. То есть, видите, вот почему она называется нелинейной? Да потому что она вот двигается в разные стороны, показывает фотографии. Вот, видите, можно здесь фотографии загрузить очень много, показать, что это такое, то есть вот какие-то надписи сделать. Можно вывести туда, куда вы желаете, собственно говоря, человека вывести. Вы можете здесь дать любую информацию, она вот у вас будет вот таким образом продвигаться. Но я уже не буду показывать дальше, я хочу вам показать, что вы можете еще сделать и презентацию вот в таком виде. Вот здесь есть возможность нажать кнопочку и выбрать показ слайдов через определенный промежуток времени. Вот сейчас в данном случае я выбираю 4 секунды. Сейчас он автоматически начнет показывать через 4 секунды. Вот я уже ничего не передвигаю, никакими стрелочками, а двигается сама эта презентация так, как она считает нужным. Видите? То есть ровно каждый слайд будет двигаться ровно через 4 секунды. Итак, уже забегая вперед, могу сказать следующее. Видите, здесь даже видео можно загрузить, здесь можно загрузить PowerPoint. То есть мы сейчас все это посмотрим. Итак, давайте начнем с чего? Что мы здесь видим? Значит, вот эти вот три ссылочки мы с вами посмотрели. Это выход в ваш кабинет личный. Что у нас здесь? Здесь у нас есть возможность скачать 30-дневную бесплатную пробную версию прямо к себе на компьютер. Но я этого не делаю, я работаю здесь онлайн. Совершенно ни к чему загружать лишний раз свой компьютер. Просто работаем здесь, прямо вот внутри этого ресурса. Обратите внимание вот на эту ссылочку. Это ссылочка, ваша реферальная ссылка. Если вы сюда вот сейчас я кликну, то там будет моя реферальная ссылка. Подписи дают три месяца бесплатной работы с этим ресурсом. Первое, что нам нужно с вами сделать. Первое, это нам нужно с вами создать новую презентацию. Значит, мы кликаем вот на эту синюю кнопку. И у нас появляется, загружается ресурс. Сейчас загрузка произойдет, и мы с вами выйдем вот сюда. Мы уже говорили с вами, что, во-первых, у вас должен быть сценарий уже готов. Сценарий вашей презентации, продуманный. Поэтому тогда, когда вы все это действительно продумаете, вам будет легче работать дальше. Вы быстрее создадите свою презентацию. Что нам предлагает ресурс? Ресурс нам предлагает уже готовые презентации, с которыми мы можем работать. Вот посмотрите, здесь у нас все презентации. Это бесплатная версия, да? Посмотрите, вот сколько у нас презентаций. Мы прямо здесь можем сразу же видеть и выбирать. Вот сейчас мы с вами смотрели презентацию. Вот она была сделана вот на этом шаблоне. Просматривая здесь фон этой презентации, потому что вы можете очень многое менять здесь. Посмотрите, самое главное, внешний вид этой презентации. Чтобы он совпадал с тем, что вы хотите, собственно говоря, сделать. Но это все презентации. Вы можете здесь все презентации посмотреть. Здесь есть ссылочки отдельные по группам. Вот профессиональные презентации. Это те презентации, которые в основном показывают всевозможные какие-то графики. Переходы, показы, увеличения, снижения. Видите, вот такие вот. Здесь вот такие вот есть с картинками. Интересные такие презентации. Тоже вы можете здесь выбрать эти презентации. И здесь есть чисто фотографии. То есть прямо работа на фотографии. Видите, вот такие презентации с фотографиями. Ну, давайте выберем вот эту презентацию. Она очень простая. Я ее выбираю, я ее выделяю и кликаю вот сюда. Вот эта презентация у меня появилась. Ну, давайте посмотрим сразу, что мы здесь с вами видим. Ну, во-первых, мы видим с вами вот всю презентацию, вот ее внешний вид. Вот посмотрите, здесь видны цифры. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И если мы вот здесь вот с левой стороны просмотрим с вами, то у нас здесь тоже будет 7, последняя, восьмая, это вот это вот у нас, да? У нас будет в данном случае 8 слайдов. То есть у нас получается, что эти прямые делают слайды, то вот они, эти прямые слайды здесь есть. Каждая цифра обозначает номер этого слайда. Вот если цифры стоят вот так вот в стороне, то это значит, что первый слайд будет полностью весь внешний вид. И седьмой слайд будет тоже полностью весь внешний вид. Прежде чем начинать работу с этими слайдами, давайте познакомимся вот с этими нашими плашечками. Ну, здесь у нас презентация, вот эта вот клавиша у нас, тогда, когда мы с вами сделаем эту презентацию, чтобы ее посмотреть в полноэкранном режиме, мы нажмем вот на эту клавишу. Это у нас стрелочки отмена вперед-назад. Это отмена стрелочка действия. Это вперед, посмотри, что будет. Вот эта дискетка, я думаю, что она вам очень хорошо знакома. Но, когда вы делаете, через какой-то период времени обязательно сохраняйте, чтобы у вас шло сохранение того, что вы сделали, чтобы вы не потеряли. Теперь посмотрим вот эти две клавиши чуть попозже, две кнопки. Давайте посмотрим вот эту. Это у нас, посмотрите, разноцветные здесь кружочки показаны. Это у нас возможность выбора другого цвета презентации. Вот я не совсем, может быть, удачную выбрала презентацию. Если бы она у нас была такая не фотографическая, а была нарисованная, то у нас фон бы сразу менялся так, как мы вот, как я выбираю вот это вот окошечко. Вот если бы здесь фотография у меня, то вот посмотрите, кликнув на желтый фон, обратите внимание, какого цвета здесь у меня сейчас рамочки, например. Вот я кликнула на желтый фон, и вот у меня поменялся фон, и поменялись вот эти вот рамочки желтого цвета стали. Если я, например, кликну вот сюда, то видите, у меня прошло изменение. То есть на сером фоне стали вот, появились вот такие вот синие слайды, с которыми я буду работать. Вот это я вам советую сделать в самую первую очередь. Потому что если вы что-либо сделаете, а потом решите поменять цвет, то вся ваша работа просто-напросто уйдет. Поэтому первое, что нужно сделать, это выбрать цвет вашей презентации. Ну пусть он будет у нас вот такой вот серый. Давайте на этом закончим, с этой клавиши. Итак, смотрим, что мы можем сделать здесь. Вот если я буду кликать на каждую слайд, на каждый, то я буду видеть, как пойдет работа. Вот видите, я кликнула на второй, у меня приблизился второй слайд. Третий, четвертый и так далее. Давайте я вернусь сюда вот на первый. А если я захочу, чтобы эти слайды у меня не в таком порядке были, а в другом, тогда я вот так вот беру этот слайд и перетаскиваю его на другое место. Он, видите, оставляется топик четвертый, а показ будет его третьим. Вот посмотрите, первый, второй и вот уже куда ушло у нас третий. Поэтому давайте вот сейчас посмотрим. У нас был первый, второй, вот сюда уходил третий, а потом четвертый, пятый и так далее. Теперь давайте посмотрим. Вот наш первый, вот у нас второй, а теперь у нас сразу выход идет на четвертый. То есть вот таким образом вы можете менять эти слайды. Итак, как же мы будем с вами работать? Ну, во-первых, у вас уже есть план, вашей сценарии есть, вашей презентации. И вам вот такого количества слайдов будет мало. Поэтому вы хотите добавить какие-либо слайды. Что вы делаете? Вы можете увеличить количество слайдов не в виде вот этих вот листов, а дополнительно сделать добавочки такие внутри этой работы. Вот смотрите, я сейчас вот начинаю работать вот с этой кнопкой. Вот здесь показаны вот такие вот скобочки квадратные. Если я выбираю, вот я его увеличиваю, вот такой вот я делаю кнопку. И вот у меня появился квадратик, с которым я буду работать. Вот он этот седьмой слайд. Но я захотела его не седьмым поставить, например, а вот сюда четвертым. Я захотела еще сделать такой же слайд. Ну, например, вот здесь вот. Давайте возьмем. Вот я кликнула и вытащила его. Вот так вот кусок вот этого слайда у меня будет. Посмотрите, у меня опять он встал в последнюю очередь, но я решила его поставить вот сюда. Теперь я захотела сделать круглое дополнение. Вот такое вот здесь вот. И вот оно у меня появилось. Значит, я его вытаскиваю, но давайте пусть оно остается здесь у меня. Уже 10 слайд появилось. Смотрим, что мы еще можем сделать. Я могу сделать вот такой квадратик. Он будет не выделен вот таким квадратиком, а будет как затененная такая область будет. Вот посмотрите. Видите, вот такая затененная область появилась. Ну, давайте мы ее поставим вот сюда. По нему в таком плане двигаюсь. Дальше. Еще один фрейм. Вот такой вот фрейм. Вот такой вот фрейм. Значит, давайте посмотрим, что у нас теперь получается. Если я сюда двигаюсь, вот, пожалуйста, сюда, потом у меня уходит вот сюда. Смотрите внимательно. Сейчас квадратик появился. Вот какая-то область захватывается. Вот еще одна область. Вот теперь круглая область должна быть. Вот такая затененная область. То есть вы здесь можете выбирать так, как вы считаете нормами. И вы делаете столько слайдов, сколько необходимо по-вашему и в центре надо, да? Сколько необходимо по-вашему сценарию. Итак, переходим к первому топику. Теперь давайте посмотрим, как мы будем с ним работать. Переходим ко второй кнопке. Первое, что мы можем сделать, посмотрите, у нас здесь появилась возможность изменения текста. Вот здесь уже на самом топике, на самом слайде, есть этот текст. То есть я его выделила, видите? У меня появляются две кнопочки. Первая кнопочка – редактировать текст. Я нажимаю на нее и смотрите. Вот тот вид, вот он, затемненного, зеленого цвета. Если я сделаю вот здесь, он будет вот такого шрифта. Если я поставлю вот так, он будет белым. Я могу сделать это в виде обыкновенных двух маленьких, побольше. Я могу выбрать цвет. Ну, например, давайте сделаем вот такой вот темный. И вот такую надпись. Но я заменяю эту надпись на вот такую темную. Дальше я могу сделать вот эту надпись на фоне. Вот темный фон. На темном фоне получается желтый. То есть я изменила этот цвет. Сделала темный фон и сделала на нем желтого цвета надпись. Дальше я могу увеличить эту надпись. Я могу ее сократить, уменьшить вот в таком виде. Я могу поставить ее в центре. Я могу поставить рядом с ней кнопочку. Я могу убрать вправо, могу убрать лево и так далее. Ну, это уже здесь все ясно и понятно. Теперь смотрите. Я решила на этом слайде сделать, написать только текст. Я кликаю вот сюда и у меня появляется возможность написания только текста. Но я не захотела только текст сделать. Я решила сделать еще и рисунок. Но мне показали, какого внешнего вида будет рисунок. Но я захотела его заменить. Давайте мы его вот так вот нажмем вот сюда. То есть замена рисунка. И выберем этот рисунок. Ну, например, вот здесь вот у меня в загрузке. Ну, давайте вот нашу вот эту вот дому выберем. Вот сейчас она загрузится. Вот она. Теперь посмотрите. Я выделяю этот рисунок. И у меня появляется возможность обновления, возможность обрезки или увеличения картинки. Вот посмотрите. Видите? Если я вот оставлю так, то я просто обрежу эту картинку. Но я ее увеличу в размерах. Вот таким образом увеличу. Кликну опять по ней. Я ее уменьшу. Потом сделаю вот так вот. Вот так вот раздвину эти рамочки. Вот так вот, чтобы она была полностью здесь. Вот она у меня появилась. Это девушка вся. Но я захотела сделать не просто рисунок. Я захотела еще сделать и рисунок с подписью. Значит, я кликнула вот на этот квадратик. И у меня появился сам рисунок. И я здесь могу точно так же отредактировать любую подпись. Любой текст. Теперь посмотрите. Если я нажимаю вот так вот бланк. То есть чистый бланк. Я получаю чистый бланк. Если я захотела сделать дополнительный какой-то фрейм. Пожалуйста, я нажала сюда. У меня появился еще один фрейм. Я захотела еще один фрейм на этом слайде сделать. У меня появилось два фрейма. Я захотела еще один сделать. У меня появилось три фрейма. Вот если сейчас я сделаю еще один, то следующий будет уже маленький. Видите, они уже не могут появляться. То есть они не могут распределиться большего размера. Большего размера мы делаем с вами вот здесь. Вот так вот мы делаем большие. Теперь смотрите. Вот сюда вот если мы зайдем с вами, то вот здесь я могу еще установить какую-то стрелочку. Что-то показать. Причем я могу выбрать стиль этой стрелочки. То есть белый, желтый, оранжевый, желтый, бирюзовый, синий. Я могу увеличить толщину или ее уменьшить или удалить эту стрелочку. Здесь я также могу сделать просто линию и точно такие же функции здесь по этой линии. Я могу здесь сделать какую-то вот такую вот линию. Вот такую вот линию. Если мне надо будет ее удалить, то я просто вот так вот кликаю, выделяется полностью рамочка. Я могу увеличить эту линию, я могу ее уменьшить, я могу ее перенести в любое место. Я могу ее удалить или увеличить вот этими и уменьшить этими клавишами. Все удалила. Вот в этой функции у меня есть возможность загрузки рисунка, загрузки символов. Рисунок загружается точно так же, как мы только что с вами это делали. Символы загружаются. Вот здесь всевозможные символы, вот они появляются. То есть вам нужно загрузить какую-то вот, ну вот в таком плане картинку. Вы выбираете, например, ну вот такое солнышко. Вот оно у вас здесь сейчас загрузится. Вот оно, это ваше солнышко появилось. Я могу его увеличить. Я могу его обрезать. Могу обновить. Могу вот таким образом увеличить, вот таким образом увеличить. Могу удалить. И здесь удалить. Два солнышка у меня получилось. Дальше я могу сделать следующее. Я могу вставить диаграмму. Вот то, о чем я вам говорила. Видите, вот мне нужно, например, на этом слайде показать что-то такое вот дополнительное. Я вставляю сюда диаграмму. Вот она, диаграмма встала. Я точно так же могу ее увеличить. Я точно так же на каждой диаграмме могу сделать надпись. Точно так же могу уменьшить. Могу сгруппировать, разгруппировать. И могу удалить. Дальше идем. Видео из Ютуба. Вы просто вставляете сюда ссылку Ютуба. И у вас появляется здесь видео. Добавить музыку. Музыку вы добавлять можете со своего компьютера. Это тоже очень такая полезная вещь. Здесь мы с вами можем вставить файлы из PDF. То есть вот мы тоже выбираем, например, документы, выбираем какую-то там презентацию PDF. Ну, маленькой у меня презентации совсем нет. Давайте посмотрим заставку. Не знаю, как она у меня загрузится. Вот видите, она долго будет загружаться, по всей видимости. Нет, достаточно быстро. И вы можете эту картинку разместить там, где вы посчитаете нужным. То есть это тоже дополнительный будет слайд. Дополнительное внедрение вот сюда, вот внутрь вашей презентации. Вот идет загрузка, уже все. Вот он загрузился. Я перетаскиваю сюда. Этот слайд. Я его увеличиваю, пожалуйста. Вот вам видите, какая картинка здесь красивая получилась. Вот я могу еще увеличить. Ну и так далее. То есть я могу его удалить. То есть давайте вот так вот сделаем. Вот так вот уменьшим. Еще раз уменьшим. И все, я его удалила. Так, идем сюда. Теперь я могу загрузить что-то в виде файла. Вот здесь я загружала в виде PDF. Да? И я могу также загружить видео не только с YouTube, но и со своего компьютера. Я могу также загрузить какие-либо картинки в своей коллекции. Но коллекцию сначала еще надо здесь на ресурсе создать. У меня этой коллекции нет, поэтому, естественно, я здесь загружать ничего не буду. Итак, вы создали свою презентацию. Давайте посмотрим, что мы можем с ней сделать. Наверное, прежде чем смотреть, давайте вот заглянем сюда. Здесь вот дополнительная кнопка, где у вас есть возможность познакомиться со всеми возможностями, будем говорить. То есть это вот такой справочный материал у вас, да? Вот здесь у нас с вами, давайте вот это вот закроем, чтобы она не мешала. Что мы можем сделать здесь? Вот у вас презентация будет готова. Вы можете уже этой презентацией поделиться. То есть если вы нажмете вот на эту клавишу, то у вас появится ссылка на эту презентацию. Вы можете эту ссылку взять и эту ссылку установить в социальных сетях конкретно, где пожелаете, собственно говоря. Дальше. Вы можете смотреть онлайн-презентацию. Сейчас мы с вами чуть попозже это сделаем. Вы можете сразу же отправить эту презентацию в Facebook. Вы можете эту презентацию скачать в виде PDF презентации. То есть она у вас выложится конкретно в линейных презентациях, в виде линейной презентации в формате PDF. Вы можете скачать эту презентацию к себе на компьютер. Вы можете получить код на эту презентацию и вставить куда, куда вы пожелаете. Итак, давайте посмотрим, что мы будем сейчас с вами делать. Ну, во-первых, мы ее давайте сохраним с вами. Хотя здесь, собственно говоря, и сохранять нечего. И давайте посмотрим эту презентацию. Вот она, эта презентация. Видите, вот она у нас полностью здесь показана. И если я сейчас сделаю вот здесь, я могу вот так вот переключением делать. Мы будем видеть, как здесь будет проходить все вот от одного кружочка. Видите, переход к другому кружочку. И вот так вот будет у нас передвигаться презентация. В таком виде сейчас, вот как у меня сейчас здесь показано, вы можете это снимать на экране. Можете сопровождать какой-либо записью своей речи. То есть, и так как идет переключение, как вы видите, вот клавишей, то, естественно, здесь может быть переключение возможно тогда, когда вы пожелаете. То есть, вы можете сделать презентацию такую активную, информативную очень и привлекательную, яркую презентацию. Что еще мы здесь можем делать? Мы уже видели с вами, да? Мы можем вот здесь сделать автопрокручивание через 4, 10, 20 секунд. Но я обычно вот записываю, когда я пользуюсь клавишей. Уменьшаем нашу презентацию. Закрываем ее, просмотр, и выходим обратно сюда. Теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать здесь. Мы можем посмотреть онлайн ее. Что значит онлайн? Вот взять вот эту ссылку, ставить ее в дополнительную вкладку браузера, и вы по этой ссылке увидите свою презентацию. Это у нас будет презентация в виде копированной линзы, так сказать. Вы можете скачать эту презентацию к себе на компьютер. Вот сейчас будет закачка. Посмотрите, как это происходит. Эта презентация у вас уйдет к вам на компьютер, и она у вас будет, вы ее можете просматривать, вы можете получить код, и вы можете с ней работать. Но процесс достаточно длительный, может быть мы его и не дождемся. Вот, вот пошел. Видите, 16-11 минут закачка будет. То есть это достаточно большой процесс. Вот он у вас здесь будет в zip формате. Обратите внимание. Значит, я отменяю загрузку. То есть вы понимаете, как это делается. Так, ну и вот практически все, что можно сделать с данной презентацией. То есть возможности очень большие и хорошие такие возможности. То есть работы очень много можно сделать интересной. Продолжение следует...